коллеги всем добрый день очень рад вас всех приветствовать хотел бы сначала поблагодарить организаторов за возможность выступать на такой замечательной конференции я немножко буду рассказывать наверное очень примитивные вещи с точки зрения операционных систем и программирования но это мой опыт который я накопил в течение довольно большого срока я представляю сейчас физико-математический институт коми научного центра уральского отделения академии наук но большая часть проекта реализовывалась при преподавании различных дисциплин в сыктывкарском госуниверситете и лесном институте собственно содержание доклада вы можете увидеть на этом слайде переходя непосредственно цели всего этого если говорить простыми словами то мне в свое время понадобился некий удобный инструмент который я мог бы свободно применять при преподавании самых разных дисциплин студентам различных специальностей понятно что забегая вперед этим инструментом является любой дистрибутив линукса но мне нужно было сделать так чтобы порог вхождения в эту систему для неподготовленных студентов был минимальным не ориентированным на использование спо и так далее поэтому я это все для себя дорабатывал сам проект существует довольно давно на первоначальном этапе когда заведующий кафедрой предложил мне почитать курс программирования на си для физиков и радиофизиков я подумал почему бы не придумать какое-то решение которое бы абсолютно не зависело от используемого в каждом конкретном компьютерном классе по аппаратного обеспечения но я знал что во всех наших компьютерных классах стоят или те или иные проигрыватели виртуальных машин подготовил самостоятельно образ виртуальной машины выложила на файловый сервер и со студентами мой как бы с этим образом работали программировали непосредственно в юникс подобной среде но и у людей на тот момент складывалось такое впечатление что все интересно здорово и замечательно но выглядит как некоторая игрушка потому что вот мы сейчас тут побаловались виртуалки а потом вернулись обратно в реальную жизнь к своим реальным windows напоминаю это были как раз начало десятых годов когда это все было повально распространено но я им пытался на живом примере своем показывать что в жизни это используется и учеными и программистами и так далее но понятно что со временем я хотел отказаться от вот этой слоя виртуализации дополнительного который лично мне не нужен и организовал своими силами физический сервер расположенный локально сети университета давал доступ студентам к этому серверу через ssh ну и как бы работа в некотором смысле упростилась мы пропускали всю виртуализацию значит начинали работать сервером непосредственно там же я размещал методические материалы размещал файловый сервер настраивал но и студентам это естественно нравилось потому что не вызывал у них проблем подключений некоторый небольшой сравнительно в порог вхождения все-таки имелся людям требовалось привыкать к новой среде но они были довольны единственное что вот они замечали было бы удобно работать с этим не только в сети университета поэтому на текущем этапе все это вынесено в глобальный доступ и студенты могут работать сервером удаленно с помощью любого мобильного устройства если найдем установлен браузер по моему сейчас охват стопроцентный в этом плане как бы на текущий момент архитектура решения выглядит вот так как показано на рисунке один на самом деле у меня имеется два сервера первый предоставляет собственно доступ командной строке все адреса прописаны здесь действительные по ним действительно можно переходить часть клиентов могут подключаться непосредственно к этому серверу по ssh протоколу кто желает кто не желает могут использовать любой браузер потому что поверх ssh демона запущен shell in box позволяющий удобным образом достучаться до консоли используя любой современный браузер но методические материалы у меня лежат на своем сайте который тоже доступен и студенты всегда могут к нему обратиться получить все необходимые сведения все что мне требовалось тех или иных дисциплинах я здесь привел очень удобно что я мог в начале семестра прийти в деканат запросить список студентов это список студентов скормить скриптом который написал по этим скриптом собственно создавались удалялись автоматически пользователи системы ну и как бы какие-то минимальные инструменты которые я использую так или иначе показываю студентам здесь приведены мы используем очень много си си плюс плюс разный библиотек научных связанных с этим джид ну и более специфические инструменты для графиков для работы с математикой компьютерной некоторые среды статистической обработки данных естественно отчетность я студентов пытаюсь требовать в техе где это возможно где невозможно настаивать на применении например либо офисы и так далее но и удобно что у меня есть полный контроль я могу наблюдать за тем как студенты подключаются к серверу сколько времени они выполняют задания что они делали что не делали в этом плане той же среда предоставляет мне все возможности для наблюдений за и сбором автоматической информации о том как студенты себя ведут но я при этом не настаиваю на выборе вот этой системы и говорю всегда студентам что вы вольны выбирать инструменты и сами вот в качестве конкретных примеров да вот у меня все началось именно с программирования носи но как физиком это сама дисциплина не по себе может быть не очень интересно и в качестве демонстрации вот мы например в том же семестре с физиками решали задачки какие-то из теоретической механики здесь пример такой задачки показан есть какая-то лодка а которая плывет там в условной речке со скоростью у так что скорость лодки всегда направлена в одну и ту же точку о вот мы эту задачу в аудитории со студентами решали получали какую-то вот такую зависимость которую естественно студенты вообразить себе не могут ну какие-то вот странные x и y и соответственно приходишь с ними после этого семинара в компьютерный класс пишешь программку на любом языке который доступен получаешь решение в таком довольно наглядном очевидном виде и сразу становится понятно польза всего этого для физика в конкретной жизни здесь вот показано какое-то семейство траекторий которые может быть разным в зависимости от относительной скорости лодки по отношению к скорости реки но также я это все применяю в более продвинутых там предметах например в атомной физике у меня возникает проблема изучения спектра абсолютно черного тела сама по себе теория разработана более ста лет назад естественно все это довольно скучные формулы вывод которых занимает определенное время на лекциях но я всегда это демонстрирую как связь с экспериментами с практикой и тут же немножко приоткрывая людям завесу того что помимо свободного по есть еще такая штука как свободные данные которые тоже сейчас очень легко можно получать с помощью интернета и говорю студентам о том что можно проводить научные исследования серьезного уровня находясь например сыктывкаре еще в каком-нибудь другом городе нашей страны просто имея доступ к этим данным свободным инструментом но здесь на рисунке представлено как раз сравнение экспериментальных значений для обсерватории которые собирала данные об освещенности солнца свободно расположенные в интернете с теоретическими предсказаниями формул планка реле джинса ну еще в качестве примеров у меня студенты в качестве учебной практики например рисовали вот такие вот диаграммы иллюстрирующие энергетические состояния атома водорода к примеру иллюстрировали радиальное распределение плотности вероятности в том же атоме ну и к слову сказать для того чтобы теорию вот это вот изучить мы со студентами занимались ну где-то порядка трех лекций выводили в аналитическом виде соответствующие закономерности на демонстрация всего этого с помощью свободного по очень проста и на следующем слайде я привожу например такой небольшой исходничек с помощью максимум написанный который сводится просто к элементарному циклу вот в нижней части слайда в этом цикле мы просто файлы записываем значение точек вычисленных по формулам которые в верхней части слайда приведены поэтому свободное по в этом плане очень удобно позволяет физикам решать довольно сложные задачи и иногда студентов это очень мотивирует не бросать дальше заниматься какими-то сложными вещами также я веду например объектно-ориентированное программирование здесь тоже все это пригождается можно напрямую подключившись к серверу поработав с ним написать какие-то тестовые примеры используя свободные отладчики увидеть вживую как происходит виртуализация например методов принаследований и все то что там в лекциях может быть выглядит для студентов сложно и запутанно на практике увидеть очень легко понятно ну понятно что можно приложение находите находить в частности там линейной алгебре научной работе студентов мы переходя к завершению своего доклада я считаю что работа проведена довольно серьезная я получил инструмент который мне позволяет использовать все возможности свободных программ свободных данных для работы со студентами моего профиля работа опробированного на протяжении большого количества лет с разными студентами разных специальностей на разных дисциплинах при этом как бы методически я это дело тоже пытался обеспечивать какие-то наработки виде статей публиковал но эта работа я думаю еще продолжится поэтому я закончу если вопросы спасибо спасибо большое есть пока вопросов нет то я не очень тяжело смотреть что у нас для физиков вы предлагаете максимум написать программу на си куда поставить готовую формулу и вот это вот помощь физику это можно было калькуляторе сделать то же самое в то время как ярко всегда это плюс за то чтобы засунуть веб все эти ваш контент про обучение физиков можно было бы сделать виде юпитер ноутбуков куда-то ходит по браузеру коллаборативно решают а вы знаете такая штука симпай для физики есть офигенная я с системами отсчета там там вот эта задача про лодку вообще решается просто два действия на сама выведет формулы я как пример показывал все то что за годы накоплено и юпитер и все это мы со студентами тоже разбираем я говорю о том что лет 10-15 назад это было очень тяжко а сейчас возможности стало гораздо больше и просто надо отбрасывать старое не бойтесь вот я понимаю жалко в 15 лет что-то делали написали миллион статей знаете возьмите выкиньте и возьмите вот код сервера юпитер ноутбуки и симпай для физики классная вещь у тебя подтяжки тоже не молодые если что кстати новые вот неделю назад это старая техника уважаемый докладчик а по электричеству в разделе разделу электричества в физике у вас насколько большой объем наработок электричество я вел когда-то только в виде аппаратных железяк присутствовал лаборатории поэтому вот это все не затронуло павел хочу поблагодарить за доклад мне не на что жаловаться с преподавателями которые мне достались но хотел бы я и у вас учиться спасибо скажите пожалуйста а вот как вы берете задачи как вы придумываете задачи которые даете студентам по предметной области и не было ли у вас проблем с тем что они пытаются эти задачи не решать самостоятельно а искать где-то решение там интернете где-то нас так оверфлоу или в последние годы вот обращаться к сервисам искусственного интеллекта и вообще как вы считаете что с этим надо делать ну и соответственно что вы с этим делаете так но по поводу попыток списывания естественно это возникает всегда но это очень легко решается потому что преподаватель в беседе со студентом легко видит дело на задачу сам или воспользовался чьей-то помощью поэтому дождите а сколько у вас студентов то есть вот если студентов 200 например на преподавателя то вы не можете с каждым вот лично беседовать то есть вас меньше получается согласен у нас очень небольшой вуз и поэтому мне хватает моих личных возможностей пообщаться с группой на протяжении пары например автоматизированных каких-то тестов я не придумал у меня есть конечно система которая используется для автоматических прохождения тестов прямо на сервере по дисциплинам там для меня удобно что студенты подключаются решают какие-то тесты система им выдает результаты сохраняет логи я смотрю эти логи могу сразу ставить зачеты незачеты другое дело что надо контролировать чтобы они в аудитории сидели писали сами но это такая штука задачи как вы берете вас одни и те же задачи повторяясь я понял ваш вопрос у меня как бы в этом плане времени естественно мало на все это дело и задачи в основном повторяются из года в год но в чем самое главное преимущество всего этого то что я показываю людям на живых примерах что это в жизни используется и плодотворно на самом деле больше работы заинтересованными студентами которые там например идут ко мне в курсовики дипломники и мы с ними это дело развиваем пишем какие-то статьи научные работы вот ну а те студенты вот которым предыдущие поколения передают решения которые соответственно всегда бывают вы как-то на них воздействуете или не обращайте внимание не обращаю внимание эта традиция университетские традиции питон интегрировать вашу систему это хорошая идея безусловно но правильно я понимаю что помимо этого у вас студенты получается как бы учиться работать с такими инструментами как рут да у меня была дипломница которая занималась обработкой данных физики частиц элементарных то есть мы с ней занимались с рутом искали там какие-то события вот было и такое это как раз вот нужно для физиков это да то есть не одним питоном нужно заниматься а вот еще спасибо спасибо большое за доклад давайте поблагодарим докладчиков спасибо